Привет, мои дорогие! Рада вас приветствовать на своем канале. Скоро уже праздник, светлый праздник Пасхи. На моем канале вышли куличи, и классические куличи, и творожный кулич, и с разрыхлителем не классический, очень вкусный кулич, также творожная Пасха. Есть отдельный плейлист Пасха, заходите и готовьте. Есть даже два таких рецепта, которые можно за час приготовить. Но на моем канале есть такие зрители, которые еще следят за своей фигурой. Муку в этом рецепте заменяет овсяные отруби. Также нам понадобится сухое обезжиренное молоко, кукурузный крахмал, сахарозаменитель нулевка. Практически в любом магазине можно купить сахарозаменитель Фит Парад номер 7. Он безопасный, и очень сладкий, и вкусный. Разрыхлитель нам понадобится. Вместо традиционных сухофруктов я буду использовать ягоды Годжи, но можно использовать и изюм, это сами посмотрите, что у вас есть. Можно вообще ничего не использовать. И для ароматизатора я использовать буду ваниль. Также нам понадобится белок 4 яиц и 2 желтка. Я все подготовила. Здесь у меня 4 белка. Нам понадобится немножечко лимонной кислоты, или сока лимона, чтобы у нас была пена очень такая крепкая. Ну и все остальное я тоже уже подготовила. Подготовила форму под кулич. У нас получится один небольшой кулич. Здесь я смолола овсяные отруби и добавила разрыхлитель. В принципе, у нас все готово, можно начинать. Духовку я уже включила. Добавила лимонку. Берем миксер и взвиваем белки в хорошую такую крепкую пену. Вот такие, видите, у нас хорошие с вами крепкие белки. Теперь сюда отправляем сахарозаменитель и желтки. Еще раз миксером хорошенько перемешаем. Перемешали. Теперь отправляем все сухие ингредиенты. Сухое молоко. Крахмал. Смолотые отруби и разрыхлитель. Сразу можно добавить ваниль. И на небольших оборотах сейчас аккуратненько надо перемешать. Сначала немножечко так вот, чтобы у нас ничего не разлетелось. Перемешаем. А потом на первой скорости просто, чтобы объединилось. С вами перемешаем, чтобы у нас однородная была масса. Долго ничего вымешивать миксером не нужно. Теперь уже просто берем лопатку. Аккуратненько. Тесто очень воздушное. Добавляем. Я добавляю ягоды годжи. Вы можете изюм добавить, чернослив. Немножечко сейчас перемешаю. И всю форму уже нужно будет отправлять. Берем форму. И выливаем. Отправляем в духовку 180 градусов до сухой палочки. Кекс готов. Выпекался он у меня 15 минут. Но вы сами смотрите по своей духовке. 15-20 минут он готов. Прям вот такой пышненький. Очень приятный на ощупь получился. Сейчас я открою. Посмотрим, что у нас там внутри получилось. Наверное, мы его еще с вами украсим и разрежем. Чтобы нам посмотреть, что у нас еще и внутри. Посмотрите, какой красивый кулич у нас с вами получился. Он очень нежный получается. Видно, да? Прям нежнейший-нежнейший. Ну и вот он уже украшенный. Давайте посмотрим еще раз. Для украшения я использовала савушкин и ягоды коджи. Почитайте про них, кому будет интересно. Но именно такие ягоды можно при снижении веса или при здоровом питании. Можно белок с сахарозаменителем взбить. Тогда сразу можно наносить. Она подсохнет. Корочка очень хорошая. Можно эритрит сделать пудру. Посыпать пудрой. Тоже очень красиво будет смотреться. Можно в творожок савушкин добавить сухое обезжиренное молоко. Одну столовую ложку. Перемешать. Тогда крем будет такой стабильный. Подсохнет. Тоже интересно будет. Ну вот так вот савушкина можно сделать при подаче. Например, вы сделали. Без крема отнесли. В храм осветили. А потом уже перед подачей намазали савушкина. Посыпали чем-нибудь. Например, кокосовая стружка. Или как у меня ягодами годжи. Или чем вы еще хотите. Пожалуйста. И на стол. Отличный получился кулич. Но мы, конечно, сейчас еще с вами разрежем. И посмотрим, что у нас внутри. Ну что, давайте отрежем кусочек. Режется он очень хорошо. Нежненький. И смотрите, какая у него текстура. Ой, рыхлая такая. Мне кажется, ничем прям не отличается от настоящего кулича. Отруби даже можно не заносить в колораж. Так как они не усваиваются организмом. Несут только пользу. Такой кулич можно не только тем, кто на снижение веса. А просто кто следит за своим здоровьем. Кому нельзя по каким-то определенным заболеваниям. Есть глютен. Кому нельзя есть сахар. Всем можно. Пробуйте. Это можно и детям. Это можно и взрослым. Надеюсь, что кому-то обязательно пригодится этот рецепт. Потому что он очень вкусный. Я уже чуть-чуть попробовала. И осталась очень и очень довольна. Субтитры сделал DimaTorzok